Окей, продолжаем тему с огонью, продолжаем тему закидывания. Раз мы уже умеем закидывать на уровень бедра, на уровень плеча, на прошлом уроке мы уже давно пробовали закидывать на уровень голубы, то нам ничего не будет стоить, ну, мы даже на плечо пытались закидывать, то нам ничего не будет стоить, закинуть и за голову, вот таким вот образом. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать такой же бросок, как и вот сюда, хотя мы говорим, что нам это понадобится, для того, чтобы выиграть правильный бросок. Когда он налетает до этого момента, я вам предлагаю сейчас взять и провести головой бросок, посмотреть на него, посмотреть на него, посмотреть, запомнить, в какой траектории он движется. Мы будем с вами наклоняться, дальше он будет приземляться нам на спину. Поначалу, не привычно, может, не может быть больно, когда он бьет на спине, так всяк попадет. Но мы выставляем вот так руки, такие могут, и пытаемся его вот с такой вот бассейн словить, то есть прижать руками, консовок к спине. Бросок не должен быть высокий, иначе его будет, ну, иначе довольно сложно будет выбить. Вы не должны стоять вот так, ровно, стоять с ровной спиной тоже не нужно, потому что, ну, вот так будет опять же сложнее. Вот, можно будет, ну, чуть позже будем делать вот таким образом, ровно сбоку. Но на данном этапе мы хотим облегчить максимально. Поэтому мы, вот, мы присаживаемся, точнее, напаляемся, и немного присаживаемся. Бросаем лобови руки. По самому лобови руки раз, присаживаемся, и он у нас падает на поясницу, на поясницу. И вот здесь вот мы прижимаем руками его. В общем-то, ну, абсолютно, везде. Ну, можно бояться, обычно вот, когда дети, вновь шире, когда боятся, они отворачиваются, они наподняются, ну то есть страх, страх, у страха глаза биты, страх сковывает правильное движение, правильную подачу, то есть тут нечего бояться, ну красота, ну что, ну да, ну вряд ли вы прям в лицо себе запустите, вряд ли я думаю, да, то есть страх, какой-то даже инстинкт самосохранения, плюс у нас есть козырек, который в некоторых случаях, в общем-то, спасает, да, у нас есть защитная такая, шлем защитный, который нам помокает, плюс не забрасывайте высоту, чем выше забрасываете, тем сильнее, быстрее, больнее он будет бить вас, потому что, понятно, да, набирает вес, набирает скорость, и словить его потом невозможно, то есть страхище, что он над головой, прям летел над головой, вот, почему мы отрабатывали с вами вот это упражнение, потому что нужно лететь над головой, вот, и так же мы с вами отрабатывали вот такое упражнение, прием, прием, в руку, да, в общем-то, все, одно поле ягодное, вот, видите, почти на лицо попал, потому что я нагладился, это следующий уровень, следующий момент, до которого мы сейчас дойдем, прием на грудь, для чего это там надо, во-первых, побороть страх, что он попадет нам в лицо, во-вторых, этот глюк вообще такой, мы делаем небольшой, небольшой бросок, и пытаемся грудью, плечом, плечами, как в футболе, как в футболе, его зацепить, под плечом, например, да, от бить или, да, вот, опять же, инстинкт самосохранения не дает сделать слишком сильный бросок и ударит себя любимого, вот, поэтому надо потренироваться, чтобы это делать, делаем наклон, делаем, не забываем, правда, когда движение подтягиваем их к себе, и когда мы подтягиваем их к себе, мы можем, нас, в общем-то, по идее, нужно лечь на грудь, лечь на грудь, о, типа того, вот, лечь на грудь, чтобы ты будешь соскочить на ногу или еще куда-либо, вот, поэтому бросок должен быть легкий, легкий и свободный, вот, точно же такого плана, как вот это соскальзывание с груди, мы можем устроить вот такое соскальзывание с руки, с плеча в руку, для этого нам нужно взять за пятку, вот, вставим руку в пятку, руку за голову продеть, поставить на, на плечо себе, не на трапецию, ставим руку, наклон, и теперь опускаем, и пытаемся сломить, это можно делать как наклонник, как наклонник, так и, допустим, в этом случае, как пояс, как будто мой вагончик едет, но это вообще существенный круг, но дело в том, что нам понадобятся, понадобятся простые движения для связанных, для связанных, потому что, мы же не будем делать только там один трюк и все, нет, нам понадобятся движения для связанных, вот, поэтому я вам и показываю сейчас, как кула-родо-дрюклени, ну и совершенно, как бы, умоповорочительно и умовзрывательно, это, конечно, косово кладу, у меня почему-то не выходит, сейчас, сейчас я вам покажу по-другому, вот, немножко лучше, но, вообще-то, суть такая, суть такова, что нам нужно, опять же, вспомните этот подсок на руку, да, именно вот этот момент заброса, брынь, когда он падает в руку, брынь, то есть косовок не должен вот так лететь в лицо, нет, он должен подняться до уровня лба, с этим своим носом, и потом, ну раз, и мягко упасть на волну, то есть, это, конечно, довольно сложный трюк, требует определенного наука, не знаю, почему у меня не получается сейчас, даже потому что я его запасил, как всегда, в таком полности, но тут еще важный момент, это прием, конечно, то есть, для приема, вы видите, я не стою вот так, ровно, и не пытаюсь забросить, безусловно, я пацан, какуюсь, если надо, если надо, перебегаю голову, вот, если надо, перебегаю голову в разные направления положения, ну, тут еще, момент нужен, что вот это крючковидное такое подтягивание такой ноги, очень важно, то есть, не просто мы запускаем пола на взях, а именно подтягиваем голову к себе, чтобы крысок легко, легко, именно пошел надолго, не перелетел, не улетел, а именно прошел надолго, вот такой вот интересный у нас сегодня урок, в общем-то, каждый из этих уроков можно тренировать несколько недель, а для того, чтобы он идеально получался, даже месяцем, вот, я сейчас наделаю специально нормальную, что я делаю, я подбрасываю вверх, и он мне бьет по голове, это тепло, абсолютно не то, что нужно, то есть, надо не вверх подбрасывать, а подтягивать ногу к себе, для того, чтобы он перелетает. Пиздец.